Тем временем причину массовой гибели мальков сегодня расследует прокуратура Пермского края. В сети появились шокирующие кадры, свидетельствующие о том, что берег водоема около ГРЭС в Добрянке буквально усыпан мертвыми мальками. Подробнее об этом у других ЧП прямо сейчас готов рассказать наш криминальный обозреватель Антон Кочнев. Антон, ты в эфире. Приветствую вас, уважаемые зрители. Действительно, в Добрянке сейчас расследуют причины массовой гибели рыбы. На берегу Камы груды Каспийской тюльки. Часть попала в сетку на созданной станции Пермской ГРЭС. Местные жители не исключают, что в реку могли попасть химикаты. Шокирующее видео в социальных сетях опубликовала перемячка Татьяна. Ежегодно одна ездит сюда с семьей на рыбалку. В этот раз место оказалось поистине рыбным. В причинах выброса сейчас разбираются специалисты Росрыболовства и прокуратура. Преступные с верхниками не дремлет. Так, например, госавтоинспекция Березняков устанавливает очевидцев наезда автомобилем на пешехода. 25 марта около 19.30 в районе 92-го дома по улице Мира автомобиль «Лада Калина» с государственным знаком 212 сбил на дороге женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Всем, кто располагает какой-либо информацией по факту ДТП, просьба обратиться по телефону или прийти по адресу. Все данные сейчас на экране. Продолжу. Накануне 1 апреля по всей стране стартовал весенний военный призыв. И помимо тех, кто действительно хочет служить, уклонистов тоже хватает. Так, например, в Березняках следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в уклонении от прохождения военной службы. В прошлом году во время осенней призывной кампании молодой человек не являлся по повесткам военный комиссариат. Уголовное дело направлено в суд, сообщает в Краевом следственном управлении. А вот следующего человека можно по праву считать героем. Как сообщили в ГУМЧС по Пермскому краю, 1 апреля в 21.28 поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Камышинской в Перми. Горел диван на площади 2 квадратных метра. Пожарные эвакуировали 9 человек. Из горящей квартиры 16-летний подросток самостоятельно вывел двух братьев 2009-2007 годов рождения. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Проводится проверка. И также в Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего, не работающего ранее судимого жителя города Березники, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации. А именно, половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста. Следствием установлено, что с июля по декабрь 2020 года обвиняемый приезжал в гости к 14-летней знакомой, возраст которой ему был достоверно известием, и неоднократно совершал с ней половые сношения по обоюдному согласию. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На этом закончу. Желаю спокойных выходных. Берегите себя. Коллеги, продолжайте эфир.